МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке – военное преступление. Тогда погибли не менее 53-х человек, и не менее 73-х были ранены. О зверствах россиян и о том, как удалось выжить и вернуться на службу, нам рассказала пограничница Алина Панина. Ты морда? Ты моя мордочка? К животным привыкаешь так же, как и к детям. Собака – это ребенок. Вот так, с нежностью и лаской, обычно проходят уроки в одном из кинологических центров Львовской области. Хорошо, молодец! Со своей будущей напарницей Алина тренируется каждый день. Признается, они с Рокси уже полюбили друг друга. Эту собаку я очень хорошо понимаю. Я к ней уже привыкла. Она очень энергичная и дружелюбная. И уже даже начинает защищать меня от других собак. Да, Рокси? Раньше у Алины была другая напарница. Почти два года пограничница работала с собакой по кличке Соня. С ней девушка и встретила начало войны в Мариуполе. Более трех месяцев украинские защитники мужественно держали оборону города у моря. А потом была Азовсталь. Там, на попечении у Алины, кроме Сони, была и собака ее молодого человека. В апреле парень Алена попал в плен. Собаки оставались с ней и не раз спасали жизнь девушке и ее побратимов. Когда начинался обстрел, собаки чувствовали, что должно прилететь в то место, где я стояла. Они меня отводили оттуда и действительно туда прилетало. Ребята, которые были в бункере на Азовстале, всегда наблюдали за поведением собак. Именно по их поведению было понятно, что должен быть мощный обстрел. В мае Алина вместе с другими защитниками и собаками оказалась в плену. Около четырех месяцев девушку держали в Еленовке. Пограничница хорошо помнит вечер теракта, когда россияне жестоко уничтожили украинских пленников. В тот момент она вместе с другими девушками находилась в соседнем здании колонии. Был взрыв, а потом крики, истерики, плач. Мы не поняли, что это такое. Подумали, возможно, это наши прорывались сюда. А возможно, ребята пленные совершили бунт на бараках. Утром выживших после взрыва россияне перевели в камеру, которая находилась в той части здания, где содержали Алену. Эти камеры были размером 3 на 5 метров. Россияне поместили в одну такую тесную камеру 30 человек. Все они были ранены, их надо было перевязывать. Их раны гнили, у некоторых в ранах даже черви заводились. Запах ран, крови, йода. Он впитался в стены и стоял в этой камере две недели. Как-то в разговоре между собой сотрудники колонии признались в совершенном теракте. Дверь была закрыта, но было открыто окошко. И все, что россияне говорили нам, было слышно. Они сказали, это или у нас вышло что-то из строя. Может, какие-то установки, которые стояли возле колонии. Или просто солдаты неправильно навели. За почти 4 месяца плена в Еленовке Алина потеряла 15 килограммов. Была истощена физически и морально. Россияне издевались над пленными и редко кормили. Это была курица с перьями и недоваренная каша. Борщ или суп – это вода с кочаном капусты и одна картофелина там плавала. Каждый вечер у нас была рыба с внутренностями, с костями. Пленным мужчинам и женщинам конвоиры относились одинаково. Били всех. Часто предлагали перейти на сторону оккупантов. И никак не понимали, почему украинцы остаются верными своей стране. Чтобы сломить их патриотический дух, включали радио с пропагандистскими новостями. Конвоиры рассказывали нам, что российские солдаты дошли до самого Киева. И что якобы Волынскую и Львовскую области забрала себе Польша. Якобы провела референдум. Говорили, что Украину разбирают на части. Но для нас все эти рассказы – это были обычные анекдоты. Мы смеялись. Молодой человек Алены до сих пор находится в плену. С декабря прошлого года от него не было никаких известий. Украинских пленных россияне часто переводят в разные колонии. Поэтому узнать хоть какую-то информацию о родных становится все труднее. Вернуться на службу после пережитого Алине было непросто. Не было сил. Я даже километра не могла пройти. Было очень тяжело. Не было сил ни в ногах, ни в руках. Вообще. Мы же не получали никаких витаминов. Солнца вообще не видели. Были очень обезвожены. Потому что воду мы пили с живыми креветками, которые там плавали. Сегодня отвлекаться от страшных воспоминаний Алине помогает работа и ее энергичная напарница. Молодец, Рокси, шукай портик, шукай. Дай портик. Вот так Рокси тренирует на поиск наркотических веществ. Часть препаратов, которые собака сможет находить по запаху, она уже выучила. Алина надеется, что она когда-нибудь еще увидится со своей предыдущей собакой Соней. Собак, которые были с украинскими защитниками во время обороны Мариуполя, россияне отобрали. Что с ними, до сих пор неизвестно.